Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Брезгин, ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере связи управления Роскомнадзора Паризанской области. Здравствуйте! Мы сегодня поговорим о Wi-Fi-точках общедоступных. Как давно они появились и для чего они? Общедоступные Wi-Fi-точки появились достаточно давно, где-то лет 5 назад. В современном ритме жизни это является достаточно большим сроком. Пионером в организации общедоступных Wi-Fi-точек был оператор связи, ныне прекративший свое существование, инлинк телекоммуникации. Обязательные требования, которые были введены к Wi-Fi-точкам, они прописаны в правилах оказания телематических услуг связи и являются обязанностью абонента. Абонента юридического лица, либо индивидуального предпринимателя. Обязанность заключается в чем? В предоставлении оператору связи ежеквартального списка лиц, которые используют его оконечное оборудование. В данном случае это является, собственно, Wi-Fi-точкой, при помощи которой осуществляется доступ в интернет. Законодательством были введены обязательные требования по регистрации лиц, которые пользуются общедоступной Wi-Fi-точкой. Сделано это было для исключения анонимности пользования сетью интернет. В свете последних событий, может быть, одно время были наслышаны о ложных вызовах о минировании школ и иных общественных учреждений. Регистрация пользователя Wi-Fi-точки осуществляется несколькими способами. Основной. При помощи SMS-сообщения, когда пользователь отправляется своего сотового телефона на определенный номер SMS, приходит в ответ код с доступом к сети Wi-Fi. Либо совершив бесплатный звонок на определенный номер, либо через сайт госуслуги. То есть, имея учетную запись в госуслугах, можно получить доступ к сети в интернет на общедоступной Wi-Fi-точке. Данные о пользователях хранятся у оператора связи. Оператор связи самостоятельно определяет срок хранения. По умолчанию он хранится где-то полгода. Каким образом данные хранятся о пользователе? Отправляя SMS, либо осуществляя звонок на определенные номера, система отсылает вам код доступа. Вы вводите этот код доступа на своем абонентском устройстве, и к оператору связи уходят данные о MAC-адресе этого устройства. MAC-адрес любого электронного устройства – это вещь уникальная. Хранятся эти данные, как я уже говорил, где-то полгода, и, например, зарегистрировавшись в сети, к примеру, определенного оператора связи, последующей регистрации уже не требуется. То есть, вы входите по умолчанию, так как были ранее зарегистрированы. Также есть определенные требования к Wi-Fi-точке в общедоступных местах, где могут находиться дети. Ну, у каждого сейчас ребенка есть электронный гаджет. Это, в принципе, вещь реальная. И, соответственно, есть определенные требования законодательства о том, чтобы на этих Wi-Fi-точках, расположенных в общедоступном месте, к примеру, в библиотеках, соответственно, там могут содержаться дополнительные требования к ограничению доступа к сети интернет. Это к сценам насилия в сети интернет, к сценам издевательства над животными и прочее. Тут следует отметить, что делать ограничение доступа к тем или иным ресурсам – это является прерогативой абонента, который организовал эту абонентскую точку. Например, в институтах или библиотеках он может ограничить доступ к социальным сетям, соответственно, каким-либо развлекательным ресурсам. Либо, наоборот, настроить таким образом, что будет доступ к определенным ресурсам из списка. А проводятся какие-то проверки в местах общедоступного пользования Wi-Fi о том, запрещены ли там, например, сайты? Регулярно проводятся, как я уже говорил, как нами, так и радиочастотной службой. Соответственно, кроме того, проверки наличия идентификации проводится также мониторинг доступа к запрещенным ресурсам, содержащим информацию распространения которой в Российской Федерации запрещено. За неограничение доступа к информации распространения которой запрещено, предусмотрена административная ответственность для операторов связи. Оператором связи у нас является лицо, оказывающее услуги связи на основании лицензии. Притом, эта норма введена относительно недавно. Штраф составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Довольно весомый штраф для юридического лица и от 10 тысяч для индивидуального предпринимателя. Бывают ли нарушения? Да, бывают. Нарушения регулярно выявляются радиочастотной службой нарушения в этой сфере. Ну и, соответственно, принимаются меры административного воздействия к оператору связи. Сейчас общедоступных Wi-Fi точек в Рязани, насколько их много? Ну, точного подсчета нет. Общедоступные Wi-Fi точки тут разделяются на две категории, которые оператор связи организует самостоятельно и те, которые организуют самостоятельно абоненты. Причем, в большинстве случаев, в основном из-за неграмотности абонентов, они даже не ставят оператора связи в известность о том, что организовали общедоступную Wi-Fi точку. И при предъявлении каких-либо претензий к оператору связи для него это становится сюрпризом. Оператор связи, ну, крупнейшие игроки на нашем рынке, это AOR Telecom Holding, Cross Telecom, телефонная компания Satcom. Они организуют свои общедоступные Wi-Fi точки в общественных местах. Либо по заданию абонента, это, например, кафе, какие-то общественные места типа вокзалов или библиотек. Либо организуются абонентами самостоятельно. При этом следует отметить, что оператор связи может абоненту предоставить такую услугу, как авторизация пользователей, либо абонент может самостоятельно обратиться к иному лицу, который может организовать эту услугу. Обычный, наверное, такой рациональный страх человека о том, что его данные при регистрации куда-то утекут, утекут его пароли от социальных сетей, утекут его пароли от банковских карт при регистрации, общедоступные точку Wi-Fi. Абонентское устройство, ноутбук, планшет, смартфон, это является оконечным устройством пользователя, проще говоря, вашим устройством. Все, что вы делаете там, все в вашей зоне ответственности, проще говоря. Вводите пароли на каких-либо сайтах. Более велика вероятность о том, что ваши пароли могут перехватить у Wi-Fi точки, которая не содержит какой-либо авторизации, так как потом претензий там уже будет некому предъявлять, так как оператор связи в соответствии, вот в рамках регистрации Wi-Fi точек, хранит у себя информацию только о номере телефона, либо об аккаунте госуслуг без пароля, и, соответственно, о MAC-адресе вашего устройства, информация о котором поступила к оператору связи. Все, что вы совершаете, открыв окно браузера на электронном устройстве, это все находится в вашей зоне ответственности. Тоже считай историю просмотров, историю загрузок и так далее. Ну, тут уже мы, скажем так, это больше касается исполнения так называемого закон Яровой, история просмотров, история загрузок. Сейчас на оператора связи возложены обязанности хранить до полугода всю информацию, которая поступает от вас в сеть интернет, ваши переписки, ваши истории просмотров, и до трех лет оператор связи хранит саму информацию о факте посещения того или иного ресурса без, собственно, уже уточнения о том, что вы на этом ресурсе делали. То же самое и касается это средств связи, телефонных разговоров, СМС-переписки. Ну, тут в этом плане много вопросов, особенно с мессенджерами, то есть у всех на слугу история с Телеграмом, ну, таким вот образом. Про общедоступные точки понятно, но если человек, допустим, купил себе роутер и по незнанию не поставил на него пароль, ведется ли работа в отношении таких людей? Да, ведется такая работа, мы направляем профилактические письма о том, что либо на Wi-Fi роутер надо поставить пароль, обычно это делается специалистами оператора связи, то есть они идут навстречу абонентам, либо рекомендации организовать регистрацию пользователей этой Wi-Fi-точки, так как отсутствие авторизации пользователей может привести к тому, что доступ к этой Wi-Fi-точке могут получить несовершеннолетние, а это подпадает уже под административную ответственность. Как причинение вреда несовершеннолетним лицам путем того, что через вашу Wi-Fi-точку они могут получить доступ к сети интернет, к запрещенной информации, которая может причинить вред именно несовершеннолетнему ребенку. Ну, в основном обычно мы направляем профилактические письма, и, собственно, на этом вопрос бывает исчерпан с абонентом. Ну, и еще в конце немножко подытоживая про общедоступные Wi-Fi-точки, в чем их удобность и чем они хороши? Так вот немножко тезисно. В первую очередь они удобны и хороши для, собственно, абонентов, владельцев каких-то общественных мест, кафе, рестораны. Соответственно, может быть для кого-то именно вот это кафе, где есть общедоступный Wi-Fi, станет стимулом выбрать именно это место. Также это удобно, например, к примеру, библиотекам, где пользователи могут получить доступ, например, к сайту библиотеки. Тут уже абонент сам волен выбирать те ресурсы в сети интернет, доступ к которым он допускает для пользователей, либо ограничивает. Ну, и в принципе, на мой взгляд, с развитием линейки тарифов у сотовых операторов связи, где предоставляется доступ к сети интернет при помощи смартфона, ну, Wi-Fi-точки, они, конечно, имеют место быть, но они уже не обладают таким вот вау-эффектом, который они произвели, к примеру, когда только вводились лет пять назад. То есть сейчас это как бы обыденные явления нашей жизни. Сергей Николаевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.